Какого цвета буква Ю? Вот, закройте глаза и постарайтесь представить. Серьезно, закрывайте глаза и думайте о букве. Пока не попробуете, дальше слушать нельзя. Ну же, смелее, я не подглядываю. Представили? Давайте сравним. Для меня она как будто темно-вишневая, с отливом в синеву. Возможно, потому что в детском букваре, где мы впервые познакомились, изображенная рядом Юла была именно в такой гамме. Сейчас уже доподлинно не вспомнишь, да и не надо. Кто-то из вас с развитым цветовым синестезическим восприятием разглядел свою Ю, ни капли не похожую на мою. И сейчас про себя протестует. Ну где? Где, скажите мне, там вишня? Это же стопроцентный терракот! В таких вещах мы с вами никогда не сойдемся. Именно они окрашивают ваш мир в тот неповторимый цвет, в котором его никто никогда не видел. И никогда не застанет. Поиграем с другими явлениями материального мира. Например, нота до. Те из вас, кто учился с альфеджио, должны быть выполняли следующее упражнение. Каждую нотку нужно наградить отдельным цветом. И тогда она станет индивидуальностью, и при встрече с ней вы уже не обознаетесь. Так вот, нота до для меня, если вам интересно, солнечно-желтая. Возьмем что-то более эмоционально заряженное. Такие явления почти наверняка имеют особенный цвет. В отличие, например, от невзрачных понятий вроде кринолина, биеннале и персистентности. Есть один читатель, который ругает меня за использование неоправданно сложных слов. На, получай. Что же, приступим. Мама. Это почти как нота до, только ближе к белому спектру. Залитая утренним светом комната, разобранная постель, мама зеркальцем запускает солнечных зайчиков. И волосы у нее, как утреннее солнце на стене, когда лежит в перемешку с темными полосами. Я недоумеваю, почему это существо зовется солнечным зайчиком. Ведь ровным счетом нет никаких сходств. Где скажите мне уши? Где хвост помпончик? Мама отвечает, что это же солнечный зайчик, а не лесной. И он не обязан быть его копией. Я делаю вид, что аргументация принята. Но, признаться, я не смирился до сих пор. Папа, это нечто черное. Или темно-коричневое. Или темно-темно-серое. Вероятно, из-за того, что он брюнет. И щетина черные иголочки. А еще на моих детских снимках он в черной кожаной куртке. И рядом собака с панель в черную крапинку. Так что причин предостаточно. Детство. Зажатая нота до. Недаром она отправная точка самой простой музыкальной гаммы. В нее вплетены летняя зелень, ватные облака, коричневые ветки, какими их молюют на детских рисунках. Жизнь. Что-то голубоватое, полупрозрачное. Возможно, из-за устойчивых сочетаний и река жизни. Живая вода. Жизнь течет. Смерть. Она черно-белая. Белая, как кость. Как череп с черными глазницами. Как черная яма с белым восковым пятном на дне. Лето. Нота до. Детство. Зима. Тут, думаю, мы все более-менее сойдемся. Она, как смерть. Только еще белее. Зарешетченная черными ветками, усеянная черными пятнами асфальта. Как спинель. Школьная любовь. Несомненно, черных цветов. Как раннее зимнее утро, когда будет в школу. Засыпаешь. Ночь. Просыпаешься. Ночь. Зевая до слез. Топаешь по холодным улицам, как полуния. С ее вечно выключенным небом и белесыми пространствами. А потом тускло-освещенный школьный холл с кромешно-черными окнами, в котором столпотворение и гогот и тут среди прочих лиц мелькает ее. Сейчас ее окликнут по фамилии. И все предыдущие объяснения, почему именно такой цвет, окажутся лишними. Но самое забавное, что если найдется дизайнер, который согласится перенести мое восприятие в графику, ох, как он намучается заказчиком. Итак, вы говорите, отец, черный цвет. Посмотрите. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Нет, это чересчур черный. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ближе, ближе, но тоже не совсем то. А может попробуем 4, 2, 4, 2, 4, 2? Вот, похоже оно. Хотя, знаете, снова нет. Тогда, ну вас нахрен. Все эти цвета и оттенки только у меня в голове. Они слишком неоднородны, слишком переливисты. Они находятся в области потаенного, невыразимого, аниквалия, неуловимые, субъективные ощущения, описать которые, или транслировать вовне, невозможно. Поэтому их не нанести на холст, не облечь в текст. Но я все же пытаюсь. Потому что задача любого творческого человека это вывернуть себя наизнанку, найти универсальные средства для передачи непередаваемого, нащупать общие струны между собой и читателем, зрителем, слушателем, намеком, паузой, жестом, максимально точно и достоверно рассказать о том, что ты чувствуешь. Достучаться из одного запертого дома в другой. Когда такие толстые стены, такой слабый телефонный сигнал, когда из любого письма по пути высыпаются буквы, когда даже твой родной язык оказался иностранным, тогда я буду пускать ваши окна солнечных зайчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова